Как перестать жить от зарплаты до зарплаты Жизнь бывает разной, и даже самая трудная работа не всегда приносит желаемые результаты. Поэтому иногда нам приходится жить от зарплаты до зарплаты и забыть о грандиозных мечтах и планах. Но оказывается, что для того, чтобы больше зарабатывать, нужно сосредоточиться не на усердном труде, а на своем отношении к деньгам. Прежде чем вы сделаете первый шаг на пути к финансовому благополучию, подпишитесь на наш канал и включите уведомления, чтобы всегда быть в курсе наших новостей. Американский исследователь Томас Корли на протяжении пяти лет изучал образ мышления и повседневные привычки богатых и бедных людей. Он пришел к выводу, что так называемые «богатые привычки» направлены на то, как мы думаем, а не на то, что мы делаем. Корли поделился результатами своего исследования в книге «Богатые привычки. Бедные привычки». В ней он рассказывает, что богатые люди с годовым доходом как минимум 160 тысяч долларов и капиталом более 3,2 миллиона долларов в большинстве своем оптимистичны и благодарны за то, что имеют. Счастье тоже одна из их главных привычек. Какие у них еще установки? Узнаете через пару секунд. Мы проверяли эти правила пять месяцев, и они действительно работают. Финансовое положение улучшается, вы убираете мусор из головы и заканчиваете токсичные связи, получая новые возможности для личного роста. Неплохо. Номер один. Новый подход к зарабатыванию денег. Подход «работать много» был актуален до середины 20 века. Людям приходилось усердно работать, чтобы обеспечить себе и своей семье достойную жизнь. Но начиная с середины 20 столетия, эту установку начала вытеснять другая. Задействуй мозг. Нужно было получить высшее образование, чтобы увеличить свои шансы на хорошо оплачиваемую работу и надеяться на рост своего благосостояния. Количество зарабатываемых денег не зависит от того, как много или тяжело вы работаете. Сегодня люди получают больше благодаря подходу «работа в удовольствии». Нужно найти то, что вам нравится, определить факторы успеха вашей работы и стремиться наслаждаться процессом и хорошим доходом одновременно. Номер два. Причины зарабатывать. Люди с мышлением бедного человека зарабатывают, чтобы выжить, накормить себя и свои семьи, оплатить счета и кредиты, а также накопить на образование детей в надежде, что хотя бы их жизнь будет лучше. Бедные покупают то, что нужно, а не то, что нравится. Люди с мышлением богатого человека зарабатывают, чтобы расти как личность и делать то, что им нравится. Они могут позволить себе быть щедрыми, помогать другим и не считать каждую копейку. Богатые люди тратят деньги на то, что любят, а не на то, в чем нуждаются. Чтобы изменить свои установки, начните с изменения причин, по которым вы работаете. Не стремитесь убежать от нехватки денег. Вместо этого оставайтесь мотивированным идеей, что чем больше у вас средств, тем больше вы можете вкладывать в личное развитие, любимый бизнес или помощь другим. Этот совет дает доктор Наполеон Хилл, автор книги «Думайте и богатейте». Номер три. Фокус внимания. Люди с мышлением бедного человека фокусируются на том, чего у них нет – денег, дома, работы или на том, что когда-то было, но чего теперь не стало. Они боятся потерять даже то малое, что у них осталось – работу, квартиру или иллюзию стабильности. Поэтому они не видят перед собой новых возможностей. Они винят судьбу, неудачу или правительство в собственных проблемах. Обладатели мышления богатого человека сосредоточены на том, что у них есть, и стараются приумножить имеющиеся ресурсы любыми способами. Они постоянно занимаются саморазвитием, учатся новому и находят источники вдохновения и возможностей. Они ценят то, что имеют здесь и сейчас. Маркетолог и аналитик Ричард Сент-Джон говорит об этом в своей книге «8 общих черт всех успешных людей». Как изменить свои установки? Перестаньте фокусироваться на том, чего у вас нет, и зацикливаться на этом дефиците. Вместо этого четко обозначьте для себя финансовый и социальный уровень, на котором вы находитесь, и зафиксируйте в уме то, как вы его достигли. Затем определите, что вы хотите получить, на каком уровне оказаться и что вы делаете, чтобы этого достичь. Каждый день будьте сосредоточены на одном действии, даже самом простом, которое приведет вас к новому уровню жизни, и выполняйте его максимально хорошо. Номер 4. Искусство дарить и получать Если вы привыкли получать, не отдавая ничего взамен, ваша жизнь негармонична. Вы посылаете людям четкий сигнал, что вам нечего им дать. Окружающие видят в вас человека, который не приносит никому добра. Но у вас также нет баланса, если для вас нормально отдавать все и помогать всем вокруг, даже в ущерб собственным интересам, не требуя ничего взамен. В результате вы отворачиваетесь от возможностей и вскоре вовсе перестаете их замечать. Когда вы извлекаете пользу из общения с другими людьми и помните о том, чтобы отдавать им что-то взамен, то ни у одной из сторон нет перевеса, жизнь находится в гармонии. Дисбаланс также сильно влияет на ваши чувства собственной ценности, и осознание важности. Как их уравновесить? Каждый день принимайте все, что вам дают, будь то подарки, возможности, комплименты и даже трудности и проблемы с благодарностью. Это позволит вам найти внутреннее равновесие. Номер пять. Ограничивающие установки. Многим из нас приходится нести установки на бедность из детства. Нам говорят, что деньги зло, что они портят людей, что счастье за деньги не купишь. Если вы постоянно работаете, но вам все равно едва хватает на базовые потребности, скорее всего вы по-прежнему верны этим правилам. Может также быть, что вы получаете достаточно, но ненавидите свою работу и она вас выматывает. Получая больше, чем родственники, вы можете чувствовать себя некомфортно или даже испытывать за это вину. Для вас обычное дело, что деньги утекают сквозь пальцы сразу после зарплаты. Когда ваше финансовое положение внезапно улучшается, вы тут же попадаете в неприятности и обнаруживаете, что вынуждены покрывать непредвиденные расходы. Как же разбить эти денежные оковы? Начните с изменения отношения к деньгам. Они не зло. Если вы так думаете, вы никогда не разбогатеете. Смените установку «деньги – корень всех зол» на «я этого заслуживаю». Фарнуш Тораби, личный финансовый эксперт со множеством наград, уверен, необходимо повторять это каждый день, чтобы перестать бояться денег. Номер 6. Самооценка и повышение себестоимости Стив Сиболд, мультимиллионер-самоучка, опросил более тысячи невероятно состоятельных людей по всему миру и пришел к некоторым финансовым заключениям, которые опубликовал в своей книге «Как думают богатые люди». Согласно Сиболду, наш доход отражает то, насколько мы ценим и любим сами себя. Чем выше наша ценность в собственных глазах, тем больше нас ценят и окружающие, и наоборот. Сравнивая себя с другими и стараясь быть хорошим для всех, вы понижаете свою самооценку. Вы боитесь отказать или обидеть, зависите от чужого мнения, что скажут окружающие. Или тратите время на других в ущерб своим интересам. Узнаете себя? Тогда у вас довольно низкая самооценка. Поскольку вы совершенно себя не уважаете, вы не знаете собственной ценности и идете по дороге к нищете. Успешные люди ценят себя, свое время и силы. Сравнивая себя с другими, они замотивированы на еще больший успех, они не боятся отказывать и делают это часто. Чтобы поднять самооценку, не забывайте, что вы уникальны. Сравнивайте себя только с собой в прошлом. Видите дневник и отслеживайте даже минимальные изменения. Вскоре вы удивитесь тому, как поменялись. Тратьте ресурсы на приятные эмоции, работу, время и деньги. Не стесняйтесь баловать себе и делайте это чаще. Номер семь. Расширение зоны комфорта. Люди с мышлением бедного человека считают, что денег должно хватать в первую очередь на базовые потребности – еду и оплату счетов. Можно тратить больше, только если что-то осталось после этого. Люди с мышлением богатого человека ценят себя и понимают, что у них есть желание и помимо повседневных нужд. Формируя свой бюджет, они всегда включают в него эти желания и затем начинают искать возможности для их осуществления. А возможности есть всегда, нужно только оглядеться. Чтобы перейти от мышления бедного человека к мышлению богатого, вам нужно расширить границы своей зоны комфорта, позволив себе больше, чем обычно, по крайней мере в мелочах. Перестаньте покупать продукты со скидкой, просто потому что они дешевле. Не запасайтесь едой, забивая полки необходимым. Берите только то, чего хотите прямо сейчас. Привыкните к мысли, что деньги появляются, когда они нужны, и вы всегда сможете заработать еще, если захотите что-то купить. Номер восемь. Отношение к долгам. Долги, кредиты и ипотека изнуряют морально. Они вытягивают не только деньги, но и большую часть энергии. Вы чувствуете, что берете свои деньги и выбрасываете их в черную дыру долгов, где они пропадают без следа. Ваша главная задача – избавиться от этого чувства груза. Привыкните к ощущению легкости каждый раз, когда вы плачиваете кредит или отдаете долг другу. Если вы платите ипотеку, это значит, что у вас есть крыша над головой. Начинайте каждое утро с приятной мысли о том, что вы проснулись в собственном доме. Удерживайте эту мысль весь день. Номер девять. Отношение к большим суммам. Когда большие деньги приходят к тому, кто настроен на бедность, они приносят радость, воодушевление, волну эмоций, страх их потерять и желание немедленно потратить или наоборот спрятать. Люди с мышлением богатого человека легко принимают любые суммы без особых эмоций. Вы можете изменить свое отношение к большим деньгам. Представьте, что у вас есть всего 10 рублей. Что вы чувствуете? Может, у вас в животе бабочки? А что вы будете ощущать, если их потеряете? Станете ли переживать? Скорее всего, вы ничего не почувствуете. Сохраняете этот настрой и концентрируйтесь на нем каждый раз, когда думаете о деньгах, которые придут в вашу жизнь. Номер десять. Изменение отношения к деньгам в целом. Каждый раз, получая деньги, начинайте с трат на себя, а не с оплаты счетов. Купите себе что-нибудь. Даже что-нибудь глупое, но приносящее вам удовольствие. Что-то, что будет служить вам напоминанием. Вы работали весь месяц, не зря. Не давайте в долг больше, чем можете позволить себе забыть. Когда ваш друг не отдает вам деньги, вы злитесь, переживаете и начинаете жить в ожидании возвращения долга, вы тратите энергию впустую. То же касается и ситуации, когда вы кому-то должны. Поменяйте свое отношение к долгам. Учитесь экономить. Если хотите накопить денег, лучше открыть счет в банке, чтобы деньги работали на вас. В противном случае вы рискуете начать хранить их без причины и никогда так и не потратить. Какие из этих советов вы хотели бы опробовать? Расскажите нам в комментариях. И не забудьте поставить нам лайк и подписаться на наш канал, чтобы всегда быть на яркой стороне.